В России закрыты два аэропорта из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников. По данным телеграм-канала «База», причина этому – три неизвестных БПЛА, которые обнаружили в районе Североморска. Отмечается, что в Североморске расположена главная военная морская база Северного флота РФ. По данным пропагандистов, один из беспилотников прилетел со стороны Норвегии, ещё два движутся со стороны Архангельска. Об атаке БПЛА на Мурманскую область сообщает и губернатор региона Андрей Чибис. На указанной территории находится военный аэродром Оленья, аэродром дальней авиации Российской Федерации, где базируются стратегические бомбардировщики страны-агрессора. Он расположен в 1800 километрах от границы с Украиной. Российская Федерация уже переживает о том, что союзники Украины дали разрешение в ИСУ наносить удары по территории России, пожаловался рупор Кремля Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ. Тем временем госсекретарь США прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании. Ранее корреспондент Эксиос Джули Грейс Брувке ссылаясь на свой разговор с председателем Палаты представителей по иностранным делам, Майтлом Макконнеллом сообщила, Блинкин и Лэми во время визита могут объявить о предоставлении разрешения вооруженным силам Украины бить по территории Российской Федерации дальнобойным оружием. Тем временем телеграм-канал Крымский ветер опубликовал инфографику, куда сможет достать Украина, если получит разрешение бить по территории России. На ней видно, что атакам сможет ударить по объектам в районе Смоленска и Липецка. Также можно добраться до района запуска шахеда в Приморск-Ахтарске. Аджасам, которые будут переданы США уже этой осенью, дотянутся до Новороссийска, а также объекта в районе Краснодара. А вот Шторм Шеду дотянется до районов Москвы. Также в опасности будут объекты в районе Рязани, Твери и Тамбове.